Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и сегодня мы поговорим о Blender 2.8 Прошло 3 дня после того, как я установил эту замечательную программу. И у меня накопилось достаточно эмоций, которыми спешу поделиться с Вами. Возможно, посмотрев данное видео, Вы сделаете свои выводы и также установите его. Или наоборот, еще больше убедитесь, что Вам он не нужен. В первую очередь, на установку Blender 2.8 меня вдохновил данный ролик от Andrew Price. На канал с этим роликом, Вы можете перейти по ссылке, которую я разместил в Interesting Channels. На главной странице моего канала. Это данная ссылка. Перейдя на канал, выбираем данный ролик. В первую очередь, я рекомендую посмотреть его или даже эти два видео. После данного ролика, еще я столкнулся с каналом Blender GAPI. На который Вы также можете перейти по ссылке на главной странице моего канала. На данного художника я наткнулся в Instagram и меня впечатлила простота и скорость моделирования Hard Surface объектов в его видео. Эти же видео можно посмотреть на канале Яна. Сначала я думал, что это стандартные инструменты Blender. Но потом понял, что это крутой плагин от этого разработчика, который сразу же купил в тот же день. Тема Hard Surface мне очень интересна и раньше я все объекты моделировал в 3ds Max. Делал про Boolean, потом много времени тратил на исправление сетки. Затем перешел в 3dcode и в боксерном режиме создавал такие объекты. Но там опять же нужно было делать ретопологию и тратить очень много времени на свою идею. Которую хочется просто быстро нарисовать. При этом, уже имеет достаточно адекватную сетку для рендера. Все эти методы вместе взятые, все равно проигрывают разным плагинам Blender. О которых мы сегодня поговорим. Именно они меня вдохновили на установку и после 3 дней беглого изучения, мне захотелось поделиться эмоциями с Вами. Blender достаточно простая программа даже для новичков. Ее можно очень быстро выучить. Или тем, кто уже сидел в 3ds Max, Maya и так далее, достаточно просто перейти на нее. Например, разработчики даже позаботились о горячих клавишах, к которым все так привыкли в этих программах. Достаточно зайти в Edit, Preference, Keymap и поменять Blender на Industry Compatible. Но опять же, как 3D-шник, который сидит в 3ds Max и Maya. Я не рекомендую этого делать лишь по той причине, что большинство уроков завязаны на стандартных горячих клавишах. Да и работа с ними достаточно удобная. Быстро привыкаешь. Большинство плагинов также привязаны к определенным горячим клавишам. И чтобы не разрушить всю эту структуру, лучше оставить все по умолчанию, по крайней мере в начале. А там уже, когда все выучите, при желании всегда можно поменять. Главной причиной, по которой удобно работать в Blender, мне кажется является EVHQ Viewport. Благодаря HardOps плагину, Вам не нужно лезть в стандартные настройки Blender и включать разные опции. Разработчик упростил эту задачу нажатием одной кнопки. Также в данном Viewport есть стандартные модкапы, которые также улучшают визуальный вид и рабочее пространство для моделирования. Да, как в Maya, так и в 3ds Max есть свой Real-Time Viewport. Но то, что сделали разработчики Blender, мне нравится гораздо больше. В любой момент, можно поменять модкап, что позволяет постоянно чувствовать себя комфортно и видеть все детали, которые Вы моделируете. Viewport действительно очень крутой и работает прекрасно. Так как я сижу в Blender всего лишь 3 дня, я лучше продемонстрирую Вам Viewport Video Enterprise. Как видите, можно включить разные эффекты, как в том же Unreal Engine. При этом все инструменты моделирования, симуляции, скульптинга и так далее прекрасно работают. Есть также другая демонстрация EV Viewport. Например, такая. Как мне кажется, это очень круто и удобно. Также работают волосы и шерсть. Например, вот так выглядят игры прямо в Viewport. Я думаю, теперь Вы понимаете всю мощь этого Viewport. Идем дальше. Помимо бесплатного IV Cycles встроенных Blender, для него есть бесплатный Octane Render. Отличие его от лицензионной версии, за которую нужно платить. Лишь в том, что Вам разрешают рендерить только на одной видеокарте. Но ведь если у Вас 1080Ti или 2080Ti. Вас не должно это остановить. Кстати, моделировать тоже можно в APR и все достаточно быстро работает. Но прежде чем приступать к его установке и демонстрации других плагинов. Я хочу, чтобы Вам было все понятно и Вы сразу же выполняли все действия. А для этого немного поговорим о навигации и некоторых горячих клавишах, которые Вам пригодятся. Начинаем новую сцену. Для этого заходим в меню File, New General. Итак, средняя кнопка мыши это вращение камеры. Панорамирование, Shift и средняя кнопка мыши. Приближение и отдаление камеры. Ctrl и Shift плюс средняя кнопка мыши. Выравнивание Viewport по определенной оси. Alt плюс средняя кнопка мыши. NUM 5 включает или включает ортографическую камеру. То же самое можно делать с помощью данной иконки. Если выбрать объект и нажать Tab, то Вы сможете перейти в его редактор. В котором можно двигать вершины, ребра и так далее. Также с помощью данной клавиши можно вернуться обратно в Object Mode. Включить Sculpting Mode и так далее. С помощью пробела Вы можете выбрать режимы перемещения, поворота, масштаба и другие. Shift плюс A позволяет добавить что-нибудь в сцену. Это могут быть объекты, источники света, текст, камеры и так далее. Так, я думаю этого пока хватит для дальнейшего просмотра моего видео. Теперь давайте поговорим об Octane Render и других плагинах, которые я успел попробовать и они меня впечатлили. Итак, чтобы установить Octane для Blender, просто переходим по ссылке home.atoy.com Регистрируемся на сайте. Затем переходим в Вашу учетную запись. Выбираем вкладку Downloads. Нажимаем на ссылку Plugin Discussion & Support. Затем Blender, после чего Releases. И кликаем на ссылку Octane Render 2019 for Blender 2.8. После чего спускаемся ниже и кликаем на данную ссылку, чтобы скачать архив с сервером и самим Blender для Octane Render. Если Вам что-то не понятно, здесь же есть все инструкции по установке и запуску. Как только Вы скачаете и распакуете архив, Вы увидите папку 20.0v10prime. В ней будут две папки. Client и Server Prime. Server Prime используется для запуска и работы Octane Render. И в первую очередь Вам сразу же нужно запустить Octane Server.exe. Client это папка с Blender. Я не знаю почему, а то дают отдельную версию Blender специально для Octane. Они выпускают сам плагин в виде аддона. Поэтому, если Вам интересна эта тема, пишите к ним в support. А мы идем дальше. В папке Client запускаем Blender.exe Кстати, в этой версии почему-то не работает Ivy. И я пока не разобрался, как его запускать в этой версии. Хотя, возможно он тут и не нужен. Если пользуемся Octane, то запускаем эту версию. Если же хотим Ivy, то обычную 2.8. Итак, после того, как Вы запустили данную версию Blender. Конечно же Вам сразу интересно, как включить IPR, который пиарят на YouTube. И начать моделить в нем. Сейчас я расскажу, как это сделать. Для этого нажимаем на данную иконку и в Render Engine выбираем Octane. Если вдруг его там нет, то просто идем в меню Edit, Preferences, Addons. В этом меню выбираем Render и включаем Octane Render Engine. Если вдруг он у Вас выключен. Тогда 100% он будет у Вас в списке рендеров. Выбираем его. Затем активируем данную иконку, чтобы включить Octane IPR Mode. После чего сразу же меняем материал для удобства моделирования в этом окне. Для этого кликаем по этой иконке и в Surface выбираем Universal Material. Сейчас объект будет выглядеть немного странно, потому что у него нет фазы. И к этому моменту мы еще вернемся. А далее я расскажу, как поменять белый фон на любую HDRi. Так как скорее всего Вы захотите сделать это в первую очередь. А потом приступите к работе с моделью. Итак, чтобы загрузить HDRi, Вам достаточно перейти в настройки World. А в его настройках выбрать Texture Environment для Octane Environment. Затем перейти в Shading Mode. В этом режиме Вы можете поменять настройки материала. Например, сделать его металлическим, изменив данный параметр. После чего перейти в вкладку Word и перетянуть любую HDRi в это окно. Из любой папки или выбрать ее в специальном окне слева. Лично мне более удобно просто перетащить ее с папки, нежели искать в этом интерфейсе. Как только Вы загрузите HDRi, ее можно будет подключить в слот Texture, ноды Texture Environment. Таким образом, у Вас появится нужная текстура на заднем фоне и немного поменяется освещение. Теперь Вы знаете, как это делать. Но лично мне удобно работать с простым белым фоном. Поэтому я удаляю HDRi и идем дальше. Если нажать Q, после того, как Вы установите Hard Ops, то можно быстро добавить фаски. И исправить этот непонятный вид модели. Как установить данный плагин, я сейчас расскажу так же, как и о других полезных плагинах, которые мне очень понравились. В данный момент, я поделюсь теми знаниями, которые получил за 3 дня и во время экспериментов с этими плагинами. И да, почему я постоянно повторяю, что сижу лишь 3 дня в этой замечательной программе? Я делаю это лишь потому, чтобы донести одну простую истину. Blender очень легко изучить. Даже абсолютно новичку в 3D. И уже даже после просмотра этой серии видео, которые я буду добавлять в плейлист Blender 2.8. У Вас будут необходимые навыки, чтобы начать создавать простые Hard Surface объекты. Кстати, в Octane есть свой метод создания фасок именно на рендере. Но я все же предпочитаю работать с Hard Ops и в данный момент прошу не обращать внимание на искажения нормалей. Это очень легко исправляется внутри плагина. А о его установке в других плагинах и исправлении этого бага, поговорим уже в следующей части. Продолжение следует... С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!